всем привет уважаемые зрители уважаемые подписчики меня зовут никита коньков канал нкей и о чем я сегодня хотел поговорить о завершении наконец-таки завершение конкурса ребят сразу же говорил то что у меня нет возможности там что монтировать сейчас потому что данный момент у меня вообще родственники дома и мы должны будем с ними сейчас поехать в эмеретинскую низменности это тот тот район где находится все олимпийские объекты там и все строится и будут проходить олимпийские игры то есть там вот олимпстрой все там строит там морпорт новый там новые новые всякие разные большие стадионы поэтому что могу сказать то что по конкурсу ребят все конечно прекрасно пришло около 6 или 5 работ вот но всех ей показывать не буду я решил так сделать показать ту работу которая мне больше всего понравилась вы знаете которая самая актуальная и даже может сказать какую-то работу я не покажу потому что мне прислали в таких файлов странных что я даже не могу их открыть вот сейчас их тоже переименовал они не открываются то есть нужно открывать photoshop там редактировать открывать может быть через photoshop они откроются потом мы их увидим это все очень муторно и очень долго заранее прошу в следующий раз присылать работы на какой-то там и не знаю у меня есть вот группа вконтакте присылайте туда работы и там будет все видно все будет прекрасно понятно вообще все будет абсолютно так должно быть и сейчас я вам покажу одну из работ сразу так вот на виду на мой рабочий стол не знаю вам видно или не видно смотрите вот открыть с помощью просмотров вот нормально открывается работа только почему-то она не ставится на на канал потому что у нее там разрешение непонятное вот смотрите вот эта вот работа вот такой вот будет меня на канале обычный простой nk let's play and more отличная sonic справа вы видите да супер марио в общем простая такая работка но он так так вот берет за душу она со вкусом и сделано очень круто вот и еще бы конечно бы хотел бы показать работу но к сожалению не могу потому что она почему-то не открывается я уже пытался всеми программами открывать и вот просто вот через photoshop только там значит синий фон такой вот представьте да темно-синий и просто написано никита коньков никита коньков все то есть я тоже ее пытался ставить и она почему-то не ставится я ее начал переименовать в другие файлы чтобы она поставилась не звонит кто-то мне звонит я извиняюсь дан тоже но но слушай на счастье и вспомнил но я не с ней чисто не знаю наверное но он наверное среду в среду ух тоже не помню я не знаю да 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 но может быть я честно говоря не помню в сентябре Ну да, ну да, зачем тебе? Да, 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 я не помню вообще, ну да. Наверное, слушай, я сейчас не знаю, ну давай. Извиняюсь, пожалуйста, просто по работе звонят и начинают задавать глупые вопросы, вот, ну так всегда бывает, по работе когда звонят, задают глупые вопросы, просто умных по работе не задают. Только что проснулся и решил сразу сделать, не оттягивать. В общем, там получается фон… что ж такое… Да, Стас, алло, привет, Стас. Нормально. Угу. 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 Да, да. Хорошо, Стас. Угу. 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 Как вы говорите, почему ты не делаешь больше видео, почему ты не стараешься, хотя мне таких сообщений вообще не приходило, но я понимаю людей, которые хотят видеть больше на канале. И вот сейчас вот живая съемка, вот абсолютно ничего я не привираю, звонит один человек, сейчас вот звонил начальник, ну как я не могу ответить, да, это получается мне нужно прервать запись, опять начинать все сначала, все мысли опять в кучу собирать, и как бы вот так, бывают такие моменты, когда никто тебя не трогает, но это бывает редкость, все звонят, все что-то хотят, все что-то говорят, что-то просят. А сейчас начальник как бы дает цельные указания, как я не могу ответить, парни, ну как, ну скажите. Ну в общем, вот именно эта работа, которую я показал, получает 1000 рублей, и я прошу отозваться того человека, я честно говоря уже не помню, он мне писал ВКонтакте, мне много писали. Там было огромное количество работ, но те работы совершенно мне не понравились, ну, знаете, мне нравится вот классика, классика, что-то простое такое. То есть не должно быть там, вот я показывал эти работы Диму Бельскому, да, он сказал, да, такое говно, лучше попроси там человека, он тебе красиво нарисует. Нет, ну тут ребята старались, сами все делали, боже мой, какой лохматый, а, сейчас, сами все делали, сами старались, и как бы я делал этот конкурс для того, чтобы можно было как-то привлечь аудиторию, было интересно, потому что нарисовать я, конечно, могу попросить своего знакомого, он у меня занимается фотошопом, и он мне нарисует такой фон, там будет все, что я захочу, все. Ну, я вот ставлю свою фотографию на канал, и нормально себя чувствую, потому что, как бы я понимаю, что, даже вот посмотрите на тех именно клубплееров, типа, Юзи, ну, которые уже там задорочились, грубо говоря, там, ставят разные красивые фоны, они просто ставят там обычный фон, у них там огромное количество просмотров, не в этом дело. Дело в том, что, как относится канал, к каналу Человек, я отношусь очень хорошо, и я очень много всего делаю, я стараюсь это делать для ребят, для того, чтобы смотрели. В общем, тот фон, который я показал, он один-единственный, где там Супер Марио и Соник, я прошу этого человека написать мне в личку, ВКонтакте, я не знаю, как сказать просто, я сделал тот фон, и подтвердить, что выслать, опять же, мне готовый фон, чтобы я его поставил на канал, чтобы он был нормальный, в нормальном разрешении, потому что вот этот фон, который сделали, ребята, он не ставит совершенно, он пишет то, что там много, ну, разрешения, очень большое разрешение, он не может его поставить, поэтому, ребят, я очень хочу, чтобы сделали вы нормальный фон, я имею, доработали его, сделали его, как сказать, правильно, чтобы он встал на канал, чтобы он был виден, я потому что его пока что не могу, я его ужимал, прижимал, чем я только его не делал, я не знаю, я не собираюсь в этом разбираться, потому что, я же говорю еще раз, у меня есть друзья, у меня есть знакомые, которые, в принципе, могут за полчаса слепить это все, и, как бы, не будет проблем, дело в другом, дело в том, что ребята старались, сами сделали, и мне он понравился, это прекрасный фон, и спасибо этому заранее, огромное спасибо этому человеку, вот, так что, 1000 рублей переходит ему, так как он, после того, как он мне напишет, вышлет нормальный фон, который я там вставлю, мы с ним пообщаемся, по-любому, там, может, по скайпу, там, как бы, скайп тоже координат дам, так что, ребят, всем спасибо, и теперь я хотел показать самое красивое, у нас обалденная погода, у нас обалденная погода, у нас немножко облачно, у нас немножко облачно, но у нас вот такая вот атмосфера, посмотрите, вам, наверное, не видно, там вдалеке море, вот оно, и плавает, дрейфует, я бы так сказал, корабли, вот, я живу на пятом этаже, боже мой, какое небо, какое небо, солнце, солнце, море, все прекрасно, в общем, у нас хорошая погода, обалденная, и, значит, по поводу конкурса, все там, вот, просто писали, давайте, давай, 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 ну, что ж, давай, я вот просто проверил, какие работы ставятся, да никаких работ не ставится, я понимаю то, что вы там заранее никто не будет, там, может быть, делать, может, специально так сделали, чтобы я не поставил, потому что я могу, да, я кого там кинуть, или, нет, никого кидать не буду, я уже сказал, денежки перечислятся, на тысячу рублей, как я обещал, вот, и, что могу еще сказать, значит, мне вот тут комментарий поступил, на одного из видео, написал, The Dest Games, ребят, смотрите видеобращение, это очень важно, и очень нужно, вот, если вы не будете смотреть видеобращение, и будете потом мне задавать вопросы, это будет очень все плохо, значит, The Dest Games, написал, Никит, а чем ты обрабатываешь видео? Отвечаю, как я и обещал, то, что в любое сообщение в личке, пока что, вот, у меня их очень мало, и в любое сообщение в личке, я говорю, чем я обрабатываю видео? Я ничем не обрабатываю видео, у меня есть карта захвата, которая называется Avermedia, я это называл не раз, неоднократно, и с помощью этой карты захвата, она стоит, она является посредником между материнской платой и видеокартой, вы просто записываете видео, она его сжимает, такую специальную, я даже не помню, как она называется, аж, ну, как-то называется этот видеофайл, в общем, он сжимает наибольшие, наименьшие размеры, я его просто сразу выкладываю, ничем я не обрабатываю видео, то есть, я сразу же его выставляю на канал, это очень удобно, и если я бы еще обрабатывал видео, у меня, наверное, втройне бы меньше было бы видеороликов, и я бы просто бы не успевал, вот, поэтому я купил такую великолепную карту захвата, покупайте ее, она стоит дорого, но это стоит этих денег, есть у нее определенные минусы, есть плюсы, как у всех видеокарт, но это хорошая вещь, итак, заменители, да, программ, это есть фрапс, есть бандикам, бандикам, опять же, сжимает тоже до хорошего, умеренного качества, можно сразу же выкладывать, обалденная программа, фрапс пишет без потери качества, без малейшего, но опять же, на ютубе это не видно совершенно, и занимает огромное количество места вашего заснятого на жестком диске, там буквально там гигабайты идут, 5, мне не знаю, сколько равен 1 минута, 1 минута 4 гигабайта, представьте, это 1 минута 4 гигабайта, где-то так, вот, поэтому это очень такая тяжелая программа, но она качественная, ее много, многие использовали, вот, чем я обрабатываю, когда бывает нужно, когда бывает фрапс дает сбой, или что-то нужно там склеить, соединить, добавить какие-нибудь эффекты, хотя я это очень редко пользуюсь, обычно у меня на канале просто вот я записываю и выкладываю, это, конечно, Sony Vegas, Sony Vegas тоже можете найти на любом торренте, скачать, я не знаю, там огромное количество разных вариантов Sony Vegas, там, 2012, 2013, и очень хорошая программа, правда, с ней нужно немножко разобраться, нужно понимать, как там, что склеивать, потому что она профессиональная и требовательная к железу, на обычном слабом компьютере она просто у вас не пойдет, совсем слабо, я имею, там, на ноутбуке она тоже затупит, я как-то помню, запретил Sony Vegas на каком-то из ноутбуков, даже современном, он у меня открывался, наверное, минут 10, и я сказал, не, ребят, такое дело нам не устраивает, поэтому, как бы, вот, Sony, Sony Vegas, пропишите в любом Яндексе, и вам все будет понятно. Так что, вот, итоги конкурса наши, огромное количество работ приходило, которые я даже так мельком смотрел, которые мне просто не нравились, так вот, 6 работ более-менее были, из них вот эта вот работа, так что, спасибо вам, с вами был NK, всем-всем пока.